Будем разбираться в этом вопросе сейчас с Юрием Рашкиным, депутат окружного собрания округа РОК в штате Висконсин и ведущий ютуб-канала Рашкин Репорт. Здравствуйте, Юрий, рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение и слава Украине. Героям слава. Юрий, инфоповод такой. Президент США Джо Байден как раз встретился во вторник в Белом доме с лидерами Конгресса. Был там и спикер палаты представителей Майк Джонсон. Обсуждали, собственно, компромиссы, на какие еще нужно пойти демократической партии, как еще разделить эти проекты законов, помощь Израилю, Украине, границы с Мексикой, чтобы все-таки вот эта масштабная самая война в Европе не стала жертвенной. И, собственно, диктатор не одержал победу в Украине. Что вы думаете об этой встрече? Насколько она эффективна? Насколько вообще такие встречи могут что-то решать? Должны продолжаться работы и за кулисами, и перед кулисами. То, что происходит, мы слышим, что сейчас в Конгрессе собираются подписи для того, чтобы обойти спикера Джонсона через процесс, который называется discharge petition. У нас даже в этом окружном собрании есть. Если кто-то не хочет рассматривать, если комитет какой-то не будет рассматривать определенный законопроект, резолюцию, то тогда я могу найти какое-то количество людей в собрании, которые подпишут это, и тогда это ставится на голосование. В случае с Конгрессом, потому что они партийные, в отличие от нашего непартийного собрания, и им нужно найти и демократов, и республиканцев, чтобы они подписали это, это очень непросто, потому что перешагнуть партийную линию в данной ситуации, при данном накале практически невозможно. Поэтому это один из вариантов. И то, что сейчас происходит встреча лидеров, и как-то трудно понять, каким образом там оказался спикер Джонсон, потому что он, в принципе, представляет интересы Дональда Трампа, но он считается официальным спикером Палаты представителей, хотя главная, ключевая стратегия и тактика у трампистов — это задержка. Они задерживают помощь Украине, они задерживают помощь границы, они задерживают все, что могут, надеясь на то, что это им поможет. Единственное, что интересно наблюдать, что задержка также работает против них, потому что ничто так не злит Дональда Трампа, как то, что Ники Хейли продолжает задерживаться и оставаться в этой гонке. А то, что сейчас встретятся Чак Шумер и Митч МакКоннелл, и президент Байден, и лидер меньшинства Хаким Джеффрис со спикером Джонсоном — это все взрослые, которые соберутся, они все за Украину, за исключением Джонсона. И надо будет им есть о чем поговорить, потому что нужно, во-первых, обсудить финансирование для Украины и Израиля и Тайвана. И если есть какие-то параметры, на которые Дональд Трамп, простите, республиканская фракция может согласиться, или они будут просто оттягивать, оттягивать, задерживать, и в конце концов они ни на что не согласятся. И есть о чем поговорить, потому что то же самое сейчас происходит с финансированием федерального правительства. Если у нас будет шатдаун, потому что республиканцы опять будут задерживать финансирование, потому что Дональд Трамп хочет, чтобы экономика рухнула, и тогда есть надежда, что люди за него проголосуют, то им есть о чем поговорить. Или, например, участие России в политике, в американской, через импичмент, который базировался на ложной информации, которую поставлялся агент Кремля. И республиканские законодатели, которые радостно все это схавали, простите, съели, использовали для расследования, потому что им было все равно, откуда идет информация. Главное, чтобы Дональд Трамп был доволен, и что можно было это все продолжать. Поэтому им есть о чем поговорить, и есть в чем разобраться. Но на что способен спикер? Он, скорее всего, просто будет говорить о том, что мы недовольны тем, что происходит на границе, мы должны обезопасить ее. А когда ему скажут, что вы же сами убили законопроект, который дал вам все, что вы хотели, он скажет, но это было недостаточно. Юрий, можно я уточню? Многие эксперты говорят, что вот есть этот механизм обхода позиции Джонсона, прямо такой черный план, даже не Б, В, Г, наверное. Но это должны быть люди политической герои. То есть те, кто не боится потерять свою политическую карьеру в теории, если Трамп таки придет на президентский пост, потому что вероятно, что он будет мстить за такое решение. Вы таких персоналей видите в Палате представителей? Можно не называть фамилии сейчас. Просто есть ли такие люди или, условно говоря, там все про политику, все про бизнес-интерес и не надо ждать чуда? Они даже не боятся того, что Трамп придет к власти. Они просто боятся того, что Трамп скажет, что они плохие, покажет на них пальцем и найдет еще какого-то более безумного кандидата, который выиграет на первичных партийных выборах, заберет у них эту работу, а потом проиграет, он выиграет. Это уже им без разницы, они уже проиграли. Но есть 18, если не ошибаюсь, кругов, в которых есть республиканцы-конгрессмены, которых выиграл Джо Байден на выборах. Поэтому они понимают, что их электорат – это электорат Джо Байдена. Поэтому они могут подписать такую петицию. Поэтому есть определенное количество людей, например, есть группа республиканских конгрессменов в Нью-Йорке, которые очень боятся, что их могут съесть просто свои же избиратели, партийные, непартийные. И они думают о том, как, возможно, это люди, на которых можно будет надеяться, что они подпишут эту петицию. С другой стороны, у демократов проблемы, потому что если бы все демократы подписали, то нужно только пять голосов республиканцев. Но ожидается, что будет достаточное количество демократов, которые откажутся подписать просто из-за того, что у них есть очень много вопросов по поводу финансирования оружия Израилю. Как было сказано одним комиком в вчерашней программе, это как продавец наркотиков, который приходит, дает вам наркотики и говорит, а теперь спать. Давайте ложитесь, чтобы никто тут не буянил. Поэтому есть очень много вопросов по поводу оружия, которое передается Израилю, и что по этому поводу делает правительство Натаньягу с ним. Поэтому найти эти 218 подписей будет даже не так просто, как можно представить себе вначале, если просто подумать о том, что есть двухпартийное большинство за Украину. Но мне нравится тот цинизм, который я вижу от прожженных республиканских политиков, которые говорят, если все этого хотят, то значит это каким-то образом произойдет. Непонятно как, какой механизм антикварный будет использован для того, чтобы прошла помощь Украине, Израилю и Тайваню. Но мы движемся в этом направлении, и спикер Джонсон просто, и Трамп, поскольку Джонсон неопытный, а Трамп плохой бизнесмен и политик, они не понимают, что быть такой затычкой в демократии, они могут только определенное время. Я не думаю, что они могут продержаться до выборов. Это просто бочка лопнет, там слишком много давлений, слишком много проблем, которые нужно решать. И люди избираются для того, чтобы решать проблемы, а не для того, чтобы их тормозить, как это делают трамписты. Вот Юль, в этом свете хотелось бы вашу точку зрения узнать. Те деньги, которые Украина рассчитывает получить, они очень важны для нас, потому что мы живем, мы должны выживать, мы должны выигрывать эту войну. В то же время есть предложение от министра финансов США, вот Джанет Йелл, она призвала крупнейшие развитые страны мира найти способ передать Украине замороженные активы. Я ее зацитирую. «Существуют сильные международно-правовые, экономические и моральные основания для шага вперед». Как вы считаете, есть ли это попытка сегодняшнего дня со стороны министра финансов, в частности, компенсировать тот процесс, который затянулся с выделением помощи от Вашингтона и попытаться заменить его этими замороженными активами? Либо это же два параллельных процесса, которые идут не в зависимости, не связаны один между собой с другим. Я считаю, я это вижу как два процесса, которые движутся, но они влияют друг на друга. Потому что чем вероятнее Украина получает помощь через Конгресс, тем замедляется срочность нужды в том, чтобы перевести все деньги, которые только можно забрать у России в первый раз, не в первый раз. Но если нет денег, чтобы помочь Украине, а есть так много желания, то значит будут найдены способы. И сейчас есть популярные петиции, которые циркулируются, которые люди подписывают, больше 100 тысяч подписала, за то, чтобы передать 5 миллиардов Украине, которые находятся в Соединенные Штаты и тут имеют власть. Но мы видим, что президент хочет, чтобы это произошло законным путем. Он хочет, чтобы за это проголосовал Конгресс. Это означает, что и Сенату, и Палате представителей за такое нужно проголосовать. Мы знаем, что спикер Джонсон первоначально, как обычно, говорил очень правильные слова по поводу того, что как бы это было поэтично забрать эти деньги у России и передать их Украине. Да, это было бы, мягко говоря, поэтической справедливостью. Но мы знаем, что спикер Джонсон говорит одно, а делает очень часто это противоположное. Это, что, видимо, не мешает ему считать себя глубоко верующим человеком. Так что есть такой вариант, и это хорошо, что все чиновники администрации через свои каналы призывают тех, на кого они могут повлиять, забрать деньги у России, потому что это помощь. Понимаете, ведь Европа же хочет помогать Украине. А кто за это платит? Европейские налогоплательщики. Значит, а еще больше нужды забрать эти деньги у России, потому что не просто вот так забрать и что-то с ними делать, а возместить убытки. Это та большая часть, по которой Украине не передается несметное количество оружия, которое есть у Соединенных Штатов, например, потому что нужно выделить деньги на то, чтобы возместить армию и то, что она отдает. И вот тут опять тормозит Конгресс, и мы опять видим, насколько важно, чтобы эта затычка Джонсон просто начал, дал людям возможность голосовать за те законопроекты, за которые есть двухпартийная поддержка. Ну да, тут важно всегда напоминать, что вопрос, в первую очередь, даже не в деньгах, а в ресурсах, которые есть у Соединенных Штатов Америки. Это военный заказ, возможность его реализовать намного быстрее, чем это делает Европа, либо же передать запасы. Скажите, а что там с американским военным лобби, одним из самых мощных в мире? Как они вообще относятся к тому, что происходит? Ведь, опять-таки, ни для кого не является секретом, что основная часть денег-то пойдет им, в карман, в американскую промышленность. Неужели их голоса не настолько значительны сейчас в этом вопросе? Вы знаете, это очень интересный момент, потому что, казалось бы, да, традиционно говоря, мы должны быть в той ситуации, когда военные поддерживают, давят на своих законодателей. Но они оказались в такой ситуации, что, видимо, это давление происходит, если оно происходит, оно происходит за кулисами. Потому что перед кулисами опасно оказаться в плохой позиции перед Дональдом Трампом. Это, знаете, республиканская партия, которая не может пройти этот этап трампизма. И вот я сейчас вышел на связь с вами из замечательного города Уудстока, Иллиной, где был снят замечательный фильм классический, мой любимый, «День сурка». И вот там вот прямо за мной это дом оперы, в котором сейчас бьют часы. И вот этот «День сурка», повторяющийся с тем, что мы должны уже увидеть голосование по поводу помощи Украине. И мы уже должны находиться в другой фазе, потому что это шесть месяцев с тех пор, как первоначально президент Байден сделал запрос. И теперь уже Байден говорит о том, чтобы своим, значит, когда он выступает перед губернаторами разных штатов, говорит, объясните своим законодателям, Конгрессу, что они должны проголосовать за этот законопроект. Это работа в вашей штате. Это деньги и заказы для ваших штатов. Достучитесь до своих законодателей в Конгрессе. Это поэтому так важно людям писать и созваниваться со своими конгрессменами в Соединенных Штатах. Это действительно часть той демократической игры. Да, она недостаточно быстрая, да, она недостаточно суровая. Но это означает, что нам всем нужно принимать в этом какое-то участие. Я лично, но никогда с такой любовью раньше не относился к нашему военно-промышленному комплексу. Я всегда думал, что, знаете, у нас два океана, наши соседи Канада и Мексика, ну зачем нам столько оружия? Можно, знаете, в здравоохранение вложить, в школы вложить, в народ вложить. А сейчас мы видим, что Путин доказал, что военно-промышленный комплекс, это без него ничего нет другого. Поэтому заказы тут будут. И я думаю, что недовольство со стороны республиканцев выражается в том, что Ники Хейли имеет свои 30-40% поддержки среди республиканцев, что еще раз показывает, насколько уязвимым кандидатом, но страшным является Дональд Трапп. Вы знаете, Юрия, очень правильно аналогию провели с «Днем 40-ка», тем более, что вы находитесь прямо на том эпохальном месте, где это все снималось. Так вот, фильм закончился хорошо. Главный герой сделал свои выводы, исправил свои ошибки, выучил музыкальную грамоту. И давайте будем надеяться, что этот фильм станет реальностью в этой ситуации. День тюрка закончится всяким голосованием и победой. Спасибо вам большое за это включение. Юрий Рашкин, депутат окружного собрания округа Рок в штате Эвенсконсет, ведущий YouTube-канала «Рашкин Репорт». Подписывайтесь, пожалуйста. Был с нами в эфире канала «Фридом». Спасибо.